Всем привет! Анатолий Лебедько и программа «Думать полезно» у вас в гостях. А мой сегодняшний гость – Александр Добровольский, советник по политическим вопросам Светланы Тихановской. Добрый день, Александр. Добрый день. Но прежде чем я задам свой первый вопрос Александру, я хотел бы обратиться к вам, нашим зрителям. «Думать полезно» – это совсем молодая, свежая программа. Вы знаете, нас сейчас, подписчиков, где-то батальон, а нам надо самая малая армия. Поэтому я сразу прошу вас, пожалуйста, сделайте репост этой передачи. Поставьте лайк. Это же несложно. Ведь главное, чтобы нас смотрело как можно большее количество людей. Ну а сейчас, Александр, давайте к нашим будням. Два года – это много или мало? Смотря для чего. Если ребенок двухлетний, то это еще маловато для его самостоятельности. А если это взрослые люди делают серьезное дело, то за два года можно многое сделать. Хотя иногда бывает по-разному. Это зависит не только от тех, кто делает, а от тех, кто этому противостоит, тоже зависит. Два года для команды Светланы Тихановской и сторонников перемен. Это много или мало? Это много. Мы надеялись, что ситуация разрешится быстрее, что Беларусь выйдет из политического кризиса быстрее, что люди смогут быстрее выбрать ту власть, которую они хотели бы видеть. Но это оказалось мало для того, чтобы добиться этого результата. Фактор времени – он союзник команды Светланы Тихановской или, наоборот, оппонент? Я думаю, что надо смотреть не только глазами команды Светланы Тихановской, а вообще глазами обычного гражданина или гражданки Беларуси. У нас фактически воровали будущее больше 20 лет. И сейчас то же самое происходит. В 2020 году люди сказали свое слово, они выбрали перемены. Но нашелся человек, который сказал, что ваш суверенитет народа, ваше право решать, меня не касаются, я свое имею представление и пытается снова затормозить будущее. Но затормозить будущее все равно не удастся. Это стратегический провальный проект. Но согласитесь, между Светланой Тихановской, национальным лидером Беларуси и среднестатистическим сторонником перемен, огромная большая разница. И поэтому претензии, если они формулируются, то они в различных объемах. Вот в последнее время, мне кажется, что опять в обиход пошло местоимение «вы». Вот когда вы, Светлана, когда вы, офис, когда вы, команда, что-то сделаете для нас, а не мы сделаем, это правильное наблюдение или нет? Да, такое есть. И я хочу вас вернуть к предисловию вашей книги «108 дней за стенках КГБ». Там Юрий Хощеватский, который писал предисловие, рассказывает о том, что после того, как он отсидел за протесты 15 суток, встретил утром, возвращаясь из тюрьмы, друга своего, бизнесмена, и спросил у него, ну привет, привет, как дела тут? Говорит, ой, хреново, Юра, когда вы там уже что-нибудь сделаете? Вот такое представление было всегда, но в 2020 году люди все-таки взяли на себя ответственность. Я всегда исходил из того, что тот, кто лучше понимает ситуацию и кто немножко понимает, что можно делать, большую ответственность несет. И поэтому Светлана Тихановская, конечно, несет большую ответственность за ситуацию, потому что ее выбрали люди, ей доверили это. Но все равно ситуация разрешится тогда, когда каждый из тех, кто хочет что-то изменить, будет чувствовать и свою ответственность тоже. Это наша совместная ответственность. И вот перед лицом войны России против Украины мы понимаем, что мы сначала выглядели героями, которые борются за свои права, за будущее Беларуси, а потом стали соучастниками агрессии в глазах украинцев. И поэтому наша ответственность также и в том, чтобы не быть агрессорами, а сделать свою страну демократической, чтобы с ее территории больше никогда агрессия не исходила. И все-таки фактор времени, вот он сейчас больше работает на команду Светланы Тихановской или он такая благодатная почва для произрастания недовольства? Как вы оцениваете? Я еще раз возвращусь к тому, что фактор времени, чем больше времени Лукашенко удерживает власть, тем хуже для всех. Я не скажу, что это помогает сильно Тихановской, потому что все-таки люди приходят в уныние, надежда угасает иногда, некоторые запуганы. Но с точки зрения режима ему тоже время не помогает, потому что ничего о будущем режим сказать не может, он только о прошлом говорит. Ничего нового предложить стране он не может. Поэтому все-таки фактор времени важен с точки зрения того, что мы это время теряем. Вся страна и все граждане. И Тихановская, и те, кто ее поддерживает, и те, кто ее не поддерживает, все равно не теряют это время попусту, потому что то, что сейчас происходит в Беларуси, это путь в никуда. Надо все равно из кризиса выходить. В августе два года Белорусской революции. Отчет команды Светланы Тихановской будет за эти два года? Да, конечно. Будет? Да. Хорошо. Берем на заметку, что отчет будет. И мне кажется, что это хороший ответ. Но мне понравился, по крайней мере, нужно отчитаться о том, что сделано за эти годы. Александр, на ваш взгляд, три самых важных достижения команды Светланы Тихановской и сторонников перемен? Первое, что в истории Беларуси еще никогда не было, чтобы лидер, который участвовал в президентских выборах, оставался актуальным и эффективным. Насколько это возможно, я не думаю, что тут о полной эффективности можно говорить на протяжении хотя бы одного года. Сейчас можно точно сказать, что одно из достижений — это то, что внутренняя легитимность Светланы Тихановской остается. Большинство белорусов, мы знаем это под соцопросом и не только, считают, что Светлана Тихановская получила доверие большинства граждан Беларуси на президентских выборах. Второе достижение — это то, что на международной арене фактически Лукашенко никто. И на самом деле Светлана Тихановская представляет белорусов на международной арене и решает, как может, эти вопросы, которые возникают для белорусов. И внутри Беларуси, что сложнее, и тех, кто вынужден был уехать. Ну и третье — сохранилось наше общее движение. Это сложно, не всегда есть взаимопонимание, иногда есть противоречия, много критики. Но, тем не менее, движение белорусов за перемены существует, работает, и оно в ближайшее время будет усилено, консолидировано. У нас разрабатываются для этого предложения и согласовываются с многими самыми разными организациями и инициативами. Ну, о движении мы еще точно поговорим, потому что это взгляд вперед. А теперь я бы попросил назвать вот три главные неудачи этого времени. Ну, главная неудача — то, что мы все-таки не смогли добиться проведения новых выборов, а перед этим освобождение политзаключенных, прекращение репрессии. Это сложное было время, но надо признать, что мы пока не выполнили то, что собирались, и то, что нас объединяло. Это нас еще объединяет и будет объединять, пока мы это не выполним, но все-таки это неудача. Вторая очень важная неудача — мы хотели бы, чтобы элиты в Беларуси все-таки определились иначе. Вот раскола элит по поводу перемен добиться серьезным образом не удалось. И это связано, конечно, с тем, мы можем себя оправдывать тем, что да, все эти годы шел такой негативный отбор, подбирались не ответственные люди и не профессионалы, а лояльные и послушные. Да, это правда, но мы не нашли ключиков к большинству таких людей, которые работают в государственном аппарате. Наверное, могло так получиться, и некоторые могут оценить, что это и невозможно было сделать. Тем не менее, мы такую задачу ставили, мы на это работали, пока на этом фронте мы не достигли успеха. Ну и я думаю, что на этом я бы остановился, потому что две главные неудачи, они очевидны. Все остальное по сравнению с ними — это мелочи. Анатолий Лебедько и программа «Думать полезно» у вас в гостях. А мой сегодняшний гость — Александр Добровольский, советник по политическим вопросам Светланы Тихановской. И мы с ним пытаемся анализировать итоги двух лет, прошедших после Белорусской революции. На чашу весов рассматриваем, оцениваем. Поэтому, пожалуйста, комментируйте, как вы оцениваете эти два года. Ваша позиция, ваши взгляды, безусловно, для нас очень важны. Вторая часть нашего разговора будет посвящена «А что делать?». С вопросом «Кто виноват?» у многих белорусов получается очень хорошо, прекрасно. Сложнее формулировать ответы на вопрос «Что делать?». Но мы попробуем это сделать вместе с Александром. Я хотел бы еще раз сказать, что на это новая передача, это второй выпуск. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, делайтесь подписчиками этой передачи. Первый выпуск, мне кажется, был очень интересным. У меня в гостях был человек, который, ну, к примеру, за три с половиной дня собрал почти 6-6 миллионов евро. И собрал на байрактарное оружие, которое, в общем-то, не для путешествий по миру, а совершенно для других целей. Так что, господин Топинос, Андрюс Топинос, это был первый мой гость. Пожалуйста, посмотрите этот выпуск, эта передача, ее отличие от всех других, что нас заставляет людей думать. Так что, если вы хотите сделать умственную гимнастику для вашего мозжечка, то вы наш подписчик. Присоединяйтесь. Александр, двигаемся дальше. Итак, что делать? Вот повсеместно, везде, здесь, там, тут, слышишь. Почему не объединились? Объединяйтесь, объединяйтесь, объединяйтесь. Это действительно уже где-то для чьих-то ушей, наверное, уже вот такая тема, которая затрепана. Но есть спрос на это, на объединение. Что будет с объединением? Какие планы? Потому что вот тот уровень интеграции объединения, который сегодня есть, надо признать, что значительную часть сторонников перемен по тем или иным основаниям не устраивает. Когда будет движение, которое объединит максимально всех? Ну вот эта сложная задача, я сейчас расскажу, как она решается. Самый простой путь в такой задаче, когда человек неопытный, это заявить, что я создал движение, присоединяйтесь. Мы точно знаем, что почти никто не присоединится, потому что есть такое слово «ревность», которое означает, что если человек не принимал решения совместно с другими, то он не считает это решение своим и на всякий случай подождет, посмотрит, присмотрится, поскольку никто не присоединяется, это движение не сработает. И вот так обычно происходило все эти 20 лет. Мы разные конфигурации создавали, более успешные, как объединенные демократические силы, менее успешные. Но такого более серьезного объединения не хватало. Надо сказать, что после 2020 года такого уровня сотрудничества и совместной работы, как теперь, раньше не было. Другое дело, что важно чувствовать не только сопричастность к общему делу, но и влиять на принятие решений. И тут перед нами встает вопрос, как соединить две противоречивые вещи. Инклюзивность, то есть возможность каждому присоединиться без всякого разрешения, без всякого согласования и действовать, как самому, так и сотрудничать с кем-то, и эффективность, когда принято решение, организованно исполняются. Инклюзивность — это горизонтальное взаимодействие, где все равны, где нет начальников, а там, где нет начальников, там подчиненные начинают сами по себе действовать. И именно потому мы сейчас проектируем такую структуру, которая сочетает себя вот эти два противоположных направления. Инклюзивность, то есть чисто горизонтальное взаимодействие, и эффективность, когда определенные инициативы, структуры политические, штабы берут на себя ответственность за исполнение и исполняют. И тут, на этом пути, много препятствий, которые мы уже в значительной степени преодолели. Мы теперь пошли длинным довольно путем, начали согласовывать с разными инициативами, структурами, организациями, как мы видим это движение. По сути, это национально-освободительное движение. У него три основные цели — это освобождение Беларуси от зарубежных войск, российских, освобождение Беларуси от диктатуры, в том числе освобождение политзаключенных и освобождение нашего информационного пространства от этой ядовитой пропаганды. Это вот первая цель. Вторая цель — отстоять независимость. И третья цель — обеспечить переход на демократический путь развития. Как видите, цели глобальные. Это еще на фоне того, что у нас есть люди за рубежом, которые думают, что суверенитет белорусского народа не так важен. Против суверенитета народа возражает Лукашенко своими действиями. У нас еще есть охотники в России, которые тоже хотят этот суверенитет над Беларусью иметь. Поэтому нам очень сложно будет. Но проблема такая стоит перед всем нашим движением. Нужен субъект, обладающий политической волей, который будет таким, что с ним будут считаться все. И на Западе, и на Востоке. И пока, если говорить о том, что есть довольно эффективные политики, известные, много делающие, пока общего такого субъекта нет. И вот такое движение в виде сети, а те, которые занимаются искусственным интеллектом, поймут, или биологией, поймут то, что это похоже на нейросеть. То есть это совокупность разных субъектов, чьи общие свойства гораздо больше, чем сумма свойств каждого из разных субъектов. Это могут быть и инициативы, и простые граждане, и неправительственные организации, политические партии. Разные субъекты, которые вступают в взаимодействие между собой. И тут у нас на горизонте такой консультативный коллегиальный орган, который согласовывает решения. И те структуры, которые берут на себя ответственность за их исполнение. То есть обеспечивают вот эту вертикальную функцию эффективности. Такая концепция сейчас прошла, по-моему, уже 11 обсуждений, чтений с разными составами участников. И поскольку это будет совместное решение, у нас есть надежда, что это будет новое качество. Но таких сетевых структур в политической практике вот такого рода... Народные фронты? Нет, мы не встречали. Народные фронты – это, в принципе, вертикальные организации. Создаются районные ячейки, региональные. Они в областные делегируют представителей. Областные делегируют представителей на центральный орган, который избирается, руководство, все такое классическое движение. Даже если у нем нет фиксированного членства, оно так выглядит. Но для Белоруссии, где люди находятся под репрессиями, такие методы не подходят. Потому что ты соберешь такое собрание, тут же все попадут на 15 суток, это в лучшем случае. Поэтому нужна конспиративная деятельность, партизанская. И тут нам помогут цифровые технологии. Это отдельная тема. Мы запускаем эти цифровые инструменты в виде цифровой Белоруссии. Намерены в ближайшее время запустить, которые позволят организовать такое сотрудничество безопасно. Это будет организовано так, что, например, платформу «Голос» никто не смог сломать до сих пор, потому что там специалисты поработали, которые знают, что такое безопасность. И тут то же самое. Но мы все-таки исходим из того, что цифровые инструменты – это инструменты. они будут работать, когда за ними будут стоять реальные люди или реальные организации и реальная работа, сотрудничество их. Любое движение все равно требует лидера. Предполагается, что вот общее движение и есть лидер. И кто будет сформировать, каким образом вот это, ну скажем так, политбюро или этот политический совет, который тоже должен быть. При всем при том, что это должно создаваться снизу, но так само по себе оно же не фиксируется в виде каких-то структур, целей, задач и принятия этих целей и задач. Что здесь? Мы исходим из того, что нужно работать не с фантастическими субъектами, как там часто бывает, а с реальными. У нас есть лидер Светлана Тихановская, которая получила поддержку на выборах. До 2025 года, а я надеюсь, мы все это разрешим гораздо раньше, она имеет легитимность. Также имеются структуры, которые или давно, или недавно, но работают. Имеет кредитную историю. Да, конечно. И поэтому эти люди должны принимать участие в принятии решений, в их исполнении. И именно с ними мы сейчас проводим консультации. От более радикальных до самых нерадикальных. Но в движении место находится каждому, потому что если ты поговорил с соседом о войне, ты тоже участник антивоенного движения. Потому что ты распространяешь правдивую информацию. Это самый минимальный риск, но есть и максимальный, например, когда люди препятствовали движению поездов с военной техникой, которые шли на Украину. Поэтому сотрудничество этих всех структур очень важно. А то, как будет формироваться этот орган, коллегиальный, представительный, сейчас обсуждается. Возможно, он будет путем делегирования формироваться, когда реально действующие структуры просто делегируют туда своих представителей. И это нормально, потому что мы не можем там ждать, пока все где-то кто-то создаст. И мы проголосуем, и пройдет полгода или год, и это все будет создано. Второй способ, или, может быть, вторая часть, это выборы, например, путем проведения Конгресса белорусов. И мы уже имели опыт проведения Конгресса белорусов в зарубежья. Но я думаю, что все-таки вот такие выборные лидеры тоже могут появиться. В перспективе, как говорят нам айтишники, и вот мы можем даже применять цифровые инструменты, организовывать голосование по самым разным вопросам, в том числе и выборы каких-то представителей. Это если белорусы, которые живут внутри страны, будут абсолютно уверены в своей безопасности. Да. И вот этот барьер нам нужно преодолеть, потому что для того, чтобы люди поверили, что они это могут делать безопасно, это должно быть точно безопасно. Должны быть предусмотрены все возможности, которые могут привести к взлому, получению данных. И система, которая предлагается, она действительно на основе блокчейна. Это та же самая основа, на которой работают криптовалюты. И вот эта система позволяет каждому человеку открыть те данные, которые он хочет, согласен только тому, кому он согласен. То есть эти данные не будут нигде храниться в открытом виде, и их никто не может взломать. Но это нужно объяснить людям, чтобы они могли принимать участие в голосовании. Они должны быть уверены, что это безопасно. Но кроме этого, они должны понимать смысл, что изменится в том, что они примут участие в разных принятиях решений. И для этого, конечно, нужно, чтобы эти решения имели смысл для белорусов, чтобы они касались не того, кто там важный где-то будет восседать, а какие вопросы будут решаться и иметь эффект для простых граждан. Правильно ли я понимаю, что очень важное слово здесь, одно из ключевых, наряду с инклюзивностью, эффективностью, это ответственность? То есть ты можешь претендовать на место в некой управляющей вот этой структуре, правлении, если ты берешь на себя какую-то ответственность за что-то, и под контролем общественным можешь давать некий результат? Это абсолютно точно, потому что тот, кого куда-то делегируют или кого-то куда-то избирают, он и несет ответственность перед теми людьми, которые его избирали или делегировали. Ну и, конечно же, политические организации, да любые, я вам скажу, например, экологические организации, ведь они занимаются экологией не потому, что каждому из них это приносит какую-то особую пользу личную, потому что они чувствуют ответственность за то дело, которое они делают, за то, какой будет их страна, в какой среде люди будут жить. То же самое правозащитники. Они же не ради корыстного интереса этим занимаются, потому что у них есть чувство справедливости, и это ответственность. Когда может появиться это движение, если мы берем календарь? Мы думаем, что в августе оно будет продекларировано. Ну что ж, друзья, делаем пометку в своем личном календаре августа, и смотрим, ожидаем, и не просто смотрим, ожидаем, а по возможности подключаемся к движению, ибо это, наверное, действительно самая высшая форма объединения, которая только может быть. Ну, я вот сейчас могу сказать, что сейчас действует антивоенное движение, которое будет просто преобразовываться в национально-освободительное. В антивоенное движение может вступить каждый, без всякого разрешения, но тут надо просто еще и понимание, действительно ли ты готов преодолеть хоть свой минимальный страх, действительно ли ты что-то готов делать. Там есть спектр действий, как противодействовать войне, начиная от самых безопасных, до более опасных, еще более опасных, но зато это и какой-то кураж появляется у людей, которые понимают, что их действия влияют на ситуацию. И вот мы увидели, что если идти коротким путем, просто заявить, что да, у нас есть антивоенное движение, вот его манифест, присоединяйтесь, действуйте, этого недостаточно. Многие люди подозревают, что это чье-то движение, которое там, у кого-то есть тайный умысел, ну какой умысел, если мы все против войны, против участия белорусских военнослужащих в этой войне. Так что не надо дожидаться, зайдите на канал Светланы Тихановской или на канал Честные Люди, или на канал разных других организаций, прочитайте про антивоенное движение и присоединяйтесь. Есть ли какое-то название рабочее движение? Скорее всего, это будет новая Беларусь, потому что все-таки это устремленность в будущее, но мы хотим это сделать совместным решением, так что у нас нет решений, которые уже считаются кем-то согласованными и принятыми. Они должны быть приняты вместе. Движение, понятно, это форма объединения сторонников перемен, которых в Беларуси миллионы. А ведь должна быть еще какая-то институция, которая выполняет функции фактически теневого правительства. Предполагается создание такой структуры? Есть такие планы? Да, и такие планы были объявлены. В начале войны мы прогнозировали, что может начаться война. Мы понимали, что если бы белорусские войска вошли в Украину, то это был бы вообще национальный позор. Это и так позор для Беларуси, но это был бы общенациональный позор, когда мы могли бы послать своих солдат воевать против государства соседнего. Это вообще трудно себе представить. И мы заранее планировали, что если начнется война, мы начинаем антивоенные движения и создаем такой переходный кабинет, который обеспечит переход к демократии во время переходного периода. Этот переходный кабинет не отвечает полной мере на вопрос, когда случится такая ситуация, когда нужно будет уже объявлять новые выборы. Но он отвечает на вопрос, как и что будет делаться в этот переходный период. Сейчас ведется над этим работа. Есть уже документы, которые описывают, как это надо делать, как он будет работать. Есть проблемы с людьми, потому что в этот переходный кабинет должны войти люди, которые понимают, что такое управление государством, которые понимают, как проводить новые выборы, которые понимают, как обеспечить экономическую стабильность в этот период, которые понимают, как обеспечить правопорядок в этот период. И ряд людей уже готовы и работают, но переходный кабинет не объявлен, потому что еще некоторые кандидатуры нужны, но их нет. Я считаю, что большинство таких людей, которые могли бы там работать, просто боятся. или трусоваты по природе, умеют работать, как в теперешнем государственном параде или еще в недавнем прошлом. Есть прекрасные люди, профессионалы, которые просто трусоваты по природе. Или просто оценивают риски и говорят, что сейчас я могу только не публично, а если не публично, то надо вывести там всех родственников из Беларуси, потому что будут преследовать. Но, тем не менее, такая работа идет. Я думаю, что где-то вместе с движением появится и объединенный переходный кабинет. Ну что ж, делаем еще одну галочку в нашем политическом календаре касательно теневого правительства. А вы, кстати, можете написать свои кандидатуры. Кого бы вы считали важным, полезным и интересным видеть в теневом правительстве? Пишите. Это, мне кажется, очень интересная тема. Ну и в заключение, Александр, не могу не задать такой вопрос. Хорошо. Движение, в котором не надо писать куда-то заявление, получать лицензию на то, чтобы заниматься какой-то деятельностью в рамках этого движения. Ты видишь цели и задачи, разделяешь их и инвестируешь в том, чтобы они были реализованы на практике. Вроде бы все понятно. Синевое правительство так же, но там профессионалы. А ведь есть еще очень много-много людей, у которых амбиции, если им просто сказать, ну ты вот часть движения, но без портфеля, его это как бы не очень устраивает. А есть, да, есть категория людей, которые, а поговорить, вот просто пообсуждать, это тоже важная составляющая. Вот предполагать или какое-то создание такой площадки, на которой можно было бы, все туда приходили, там и Цепкало, и кто там еще, и представители оппозиционных партий, и неправительственные организации. И там можно было вот выйти к условному микрофону и уж там час-два вот отговорить, выговориться, что-то, может быть, предложить. Какая такая площадка? Вот видится вам, планируется, как в новых планах, новая Беларусь? Движение для того, чтобы достигать этих трех целей, я их повторю, освобождение, защита независимости и переход к демократии, есть много функций, в том числе информационная функция, в том числе обучающая функция, в том числе функция сопротивления диктатуре. Мы достаточно подробно проработали, как должно выглядеть движение с точки зрения исполняемых функций. Функции могут исполняться разными организациями, не обязательно одной. В этом смысл сетевой структуры, что если деактивируется какая-то функция, кто-то отказался от борьбы или кто-то кого-то где-то арестовал, то за счет ресурсов всей сети эта функция восполняется. Поэтому сеть очень трудно, практически невозможно уничтожить, потому что очень многие даже не знают существования друг друга, но делают определенные вещи, которые работают на общую цель. Так вот, функция дискуссионная, там есть несколько таких экранов, как мы говорим. Экраны движения — это то, что люди узнают, что делает кто-то в движении, какие функции исполняются, какие сейчас стоят задачи, какие компании сейчас происходят и так далее. Да, мы предвидим, что это будет работать, но для этого не надо создавать новые какие-то площадки. Нужно модернизировать, использовать старые или конгломераты старых. У нас есть и медиа, которые могут выполнять такие функции и выполняют такие функции. Например, мы с вами выполняем сейчас такую функцию, когда обсуждаем движение. Я знаю, что много сейчас на разных площадках такого тоже происходит, обсуждается. Есть телеграм-каналы, есть медиа-инициативы. И вот начиная с переговоров между, то есть такая распределенная фасилитация, может быть, если есть какие-то вопросы, которые нуждаются в том, чтобы помочь людям принять решение, это может быть переговоры между разными организациями, инициативами и на широкую публику, для того, чтобы было общественное обсуждение. И общество прекрасно понимало, кто что делает, какие цели ставятся и что это значит для каждого конкретного человека. Да, это должно быть, и мы это проектируем сейчас. Я скажу, наверное, более так просто, чтобы понимали те, кто нас смотрит. Вот сход это была попытка создания такого квази-парламента. Вот что-то подобное может быть как одна из дискуссионных площадок? Да, конечно. Но дело в том, что вот чего не бывает в сети, так это монополии. То есть никто не может прийти и сказать, все, только я выполняю эту функцию, остальные раступитесь, вы тут ни при чем. Если все делегируют, все избирают какой-то орган, то да, это место согласования решений, но в принципе в этой сети могут быть рамы разные кластеры. Политические, правозащитные, экологические, образовательные и так далее. И там вполне возможно, что будут приниматься свои решения. Поэтому этих дискуссионных площадок о том, что делать для того, чтобы добиться перемен или что делать, чтобы реформировать Беларусь, чтобы уже не возвращаться больше в прошлое, очень много. И по проекту «Новая Беларусь» у нас идет работа, есть банк идеи, который объединяет экспертов, которые работают над проектами реформ. И вот все эти площадки могут существовать, сосуществовать, взаимодействовать. И в этом смысл, что мы не создаем какую-то монополию, не наделяем кого-то только одним правом, что вот только он что-то может руководить. И поэтому вот такая горизонтальная составляющая, обеспечивающая инклюзивность, очень важна. Но очень важно, чтобы были те, кто исполняет решения, чтобы был кабинет, который готовится к переходному периоду, который готовит и законодательство, и какие-то действия, и программы реформ с этим должны быть согласованы. Так что такая сложная система на самом деле может оказаться самой жизнеспособной. Александр, что бы вы хотели сказать нашим зрителям, нашим подписчикам, подводя итоги нашего сегодняшнего разговора? В 2020 году я думал, и у меня было такое постоянное ощущение, что все идет само собой, потому что мы все хотели одного, ну, почти все, большинство. И у нас была надежда, и нам не двигало чувство собственного достоинства. Я хотел бы призвать сохранить чувство собственного достоинства, возродить надежду, оно того стоит. Ну что ж, друзья, второй выпуск передачи думать полезно, уже в шаговой доступности от вас. Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями, мыслями, идейными. Кого вы считаете нужным и важным пригласить в наш следующий эфирм? Подчеркиваю, это должны быть люди, которые заставляют наш мажечок напрягаться и заниматься умственной гимнастикой. Подписывайтесь на нас, наша задача, наш батальон превратить в армию. Ставьте, пожалуйста, лайки, делайте репосты, это важно и необходимо для того, чтобы нас увидело как можно большее количество людей. Я благодарю Александра Добровольского, мне кажется, что у нас был сегодня архиважный разговор, и мы даже с вами сделали пометки в нашем политическом календаре, будем следить за событиями. Нам сегодня, ну, не то, что было обещано, а просто было заявлено, что в августе мы будем ждать большой отчет большой команды Светланы Тихановской, потому что, когда я говорю большая команда, я говорю, что это сотни тысяч и миллионы сторонников перемен, это одна команда, потому что у нее одни цели, одни задачи. Мы также будем ожидать реализации на практике создания нового движения с четкими, понятными целями, о которых говорил Александр, и появления того, что можно назвать теневым правительством, так же, как и создание площадок, которые в чем-то напоминают, может быть, квази-парламент, и на которых может происходить дискуссия с участием абсолютно всех, кто сегодня выступает за перемены. Думайте, это не больно, думайте, это полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова